Запах ужасный. Девушка, которая выписывает документы, то есть берет паспорт и на вскрытие потом и готова, когда бумага, она сказала, желательно захоронить пораньше. Я спросила, а в чем причина пораньше? Она сказала, у нас не работают холодильники. Я спросила, как это не работает? Запах-то чувствуется, это вообще невозможно. Дорвотного рефлекса. Эти съемки были сделаны в середине июля. Температура тогда превысила плюс 40 градусов. На улице невозможно было находиться. Несложно предположить, что происходило в это время в морге. Одна холодильная камера на 12 мест, а в здании около 60 тел. Морг на Комарова-3А – это бюро судебно-медицинской экспертизы. По сути, хранить здесь тела не должны. Вот только что делать, если в день технически возможно провести вскрытие лишь 10 тел, а привозят 25 умерших. В 2006 году был сделан проект нового судебно-медицинского комплекса. Он так и остался на бумаге. Летом 2010-го вмешаться пришлось горожанам. Неравнодушные люди обратились на канал 12. Общественное мнение сделало свое дело. Хотел бы вам доложить информацию по ходу капитального ремонта объекта. Муниципальное помещение здания расположено по адресу улицы Комарова-3А. Это наш морг небезызвестный, где мы получили столько вопросов от жителей нашего города, сколько я не получал за три года работы мэра. Ремонт стартовал. Цена работ 3,5 миллиона городских рублей. На эти деньги будет проведена реконструкция помещения, а самое главное – смонтированы две холодильные камеры. Они – самая дорогая часть ремонта, примерно 850 тысяч рублей. Камера представляет собой просто помещение. Помещение, заизолированное, выполненное по всему помещению будет теплоизоляция и установлено холодильное оборудование, которое будет на росте вот этой камеры. То есть, грубо говоря, помещение – это будет просто один большой холодильник. Каждая такая камера рассчитана на 16 тел. По словам специалистов, монтаж оборудования уже начался. Однако внутрь нашу съемочную группу не пустили. По этическим соображениям здание слишком маленькое. Но даже с улицы видно – работы идут. Подрядная организация латает кровлю мягкую и жесткую. Заодно решено обновить и фасад здания. Многие годы на нем, прямо на лицевой части, красовалась надпись «Смерть», правда на английском языке. Завершится ремонт городского морга к 30 ноября.